Ремонт улицы Матюгина в поселке Атамановка должен был закончиться в августе. Исполнение на данный момент не более 30%. Старый асфальт сняли давно. Отработанным покрытием даже пытались отсыпать дороги. Об этом сюжет на ЗАП-ТВ выходил в августе. Сегодня затянувшийся ремонт чинит новые препятствия местным жителям. Начали делать его по весне, асфальт сняли по весне еще. Все лето, считайте, лежала просто скрытая дорога. Пыль невыносимая, дышать нечем было. Все лето. Морозы ударили, снег выпал, начали отсыпать. И до сих пор асфальт, ни асфальта, ни дороги, ничего. Я даже вот, у меня вон ворота, я выехать на дорогу не могу непосредственно. Выйти из калитки, вот здесь тут постоянная проезжая часть организовалась по тротуару. И выйти из калитки безопасно, тоже не могу. Потому что дорогу вот сейчас отсыпали, по ней проехать невозможно. Они здесь проезжую часть устроили. С кем так говорили и строители, почему так вышло? Ну, поначалу говорили, сказали всеобщая мобилизация и это самое, всех людей забрали. Но они делали это летом же. Они начали с весны еще, до мобилизации. Потом они наконечные там отсыпали вроде и забрали всех. И поэтому, говорят, работников не было. А вот сейчас, говорю, в морозы ударили. Ну, вот такая вот отсыпка в мороз, на лед. Это дороги не будет. То, что так делать не стоит, понятно каждому. Но вот СНИП по автомобильным дорогам для уверенности. Земляные работы можно проводить в зимнее время при условии малой влажности, но никак не в перемешку со льдом. Уплотнение грунтов производится до их замерзания. Данная дорога делается по проекту безопасной и качественной дороги. Был заключен контракт между муниципальным районом Читинский район и Краевым учреждением автомобильной дороги Забайкалье в мае 2022 года. Срок исполнения работ по контракту 15 августа 2022 года. То есть, ну, в настоящее время, как бы, срок исполнения подрядная организация затянула. Сумма контракта более 222 миллионов рублей. Подрядчик, кроме сухого «Работаем», что-то комментировать отказался и отправил в Министерство строительства края. Но при чем тут это ведомство? По контракту заказчик Читинский район. В настоящее время мы, как заказчик, понимаем, что технологически укладывать асфальт на то дорожное полотно, которое там уложено в качестве вот этого булыжники, ЧПС, оно невозможно ввиду температурного режима уже отрицательного. Поэтому представителям строительного контроля, который осуществляет контроль за отходом проведения работ, в наш адрес поступило обращение о рассмотрении вопроса по переносу сроков выполнения ремонта данной автомобильной дороги на более теплый период. В настоящее время мы подготавливаем письмо на Министерство строительства и дорожного хозяйства. Забайкальского края с целью рассмотрения данного вопроса. Не должен ли здесь запускаться другой инструмент? Если подрядчик не успевает по срокам, ну, те же самые 4 месяца уже, получается, прошло уже даже больше 4 месяцев, да, что расторжение в УФАС, а как недоброследственные подрядчики, по новой торговке через суд уже. Не такая ли процедура должна быть? Ну, этот вопрос тоже как бы рассматривается. Будем решать с Министерством строительства. Ну, то есть, как старший товарищ скажет, то механизм будет задействован. Для переносов сроков исполнения нужны веские объективные причины. Прикрытие частичной мобилизации не выдерживает никакой критики. Заказчик и подрядчик оба ссылаются на профильное министерство, которое пока молчит. И тут своеобразная вилка Мортона. Если будет перенос сроков, то с уверенностью можно говорить о том, что правительство вертит сроками исполнения контрактов по национальному проекту, как пожелает. Если будет расторжение, то значит Минстрой даже свое подконтрольное ведомство не может заставить отработать контракт по нацпроекту. Вследствие этого неисполнение, негодование местных жителей и обломки частей автомобилей на остатках дороги. Вячеслав Барнинский, Алексей Павлов, ЗАПТВ